Матросы всех континентов клянутся, что в миле от этого трагического мыса, свидетеля бесконечного поединка крупнейших океанов мира, сходящих с у мыса гор, под водой стоит на якоре сам дьявол, скованный тоннами цепей. В самые бурные и ужасные ночи, он, исторгая страшные стоны, неистово тянет стальные звенья, заставляя их скрижетать по морскому дну, а воды, как призрачные тени, устремляются в небеса, прежде чем обрушиться вниз к этой пропасти. Очень сложный маршрут, который по праву считается Эверестом яхтинга, то есть мы прошли через мыс Горн, прошли через пролив Дрейка. К счастью удалось избежать гигантских волн, штормов, но все равно ветра, которые в Средиземке считаются, например, такими, что большинство лодок из Марины не выходят. Здесь для нас это было нормально, мы просто идем и идем под таким ветром, там 30-40 узлов дует, на порывах там до 50. Это наше прохождение, мыс Горн такое было. Вполне себе нормально, даже чай пили в кокпите, девчонки радовались, кричали там ура, земля, мыс Горн, мы сделали это. Здесь такой экипаж, боевой, закаленный стал. Нам осталось до мыса Горн около 1100 миль, а потом еще 200. 49-й день в океане, я пересекли 54-й градус южной широты, вот, бывающих даже в какие-то неистовые, 50-е. Вот, пока небольшое затишье, мы имеем всего, наверное, узлов 15-20 попутного ветра. Вот у нас таксили и грот стоят, грот зарифленный. Гену пока поставить не можем, она спорвалась и погода не позволяет пока ее снять, чтобы отремонтировать. Вот, но в целом все хорошо, вот сменили только штугас, чтобы быть поближе к генеральному курсу. Я хорошо умею притворяться, что сплю, а дальше не написано еще. Зачем тебе притворять? До мыса Горн остается 1164 мили. А на мысе Горн нас ждет вот что. Вот это вот группа островков, распиханная вокруг огненной земли. И вот это вот название Каба де Хорнос, это и есть Кейп Хорн, мыс Горн. Он находится, на самом деле, даже не на огненной земле, а на островке, вот здесь вот, крайняя точка Южной Америки. Третьи сутки туман. Не получается аккумуляторы зарядить нормально, приходится заводить двигатель периодически. Вот, солнце вообще не видели уже три дня. Вот, видимость, не знаю, сколько здесь, метров 300, наверное. Нам уже тут пишут друзья, что могут встречаться в подобных широтах отколовшиеся куски льда. Вот, но мы, к счастью, пока их миновали, в тумане никого не встретили такого, включая монстров и айсбергов. Вот, плавание проходит терпимо. Вот, ну холодрыга на самом деле, сейчас градусов, наверное, 8, наверное, 7 снаружи. На ветру так чувствуется. Я думаю, что узлов до 40 может прийти усиление. Вот, мы сейчас включили опреснитель на целый день, запасаемся пресной водой, потому что, когда ветер сильный, то волна, и опреснитель периодически хлебает воздуха и затыкается. То есть перестает работать. Вот, на такой, на более-менее спокойной попутной волне с небольшим ветром, узлов 20, он нормально справляется с работой и обеспечивает нас пресной водой. Но, могу сказать, что в холодных водах, сейчас вода, я не знаю, температура, наверное, градусов 8 должна быть, по моим предположениям. А опреснитель стал производить гораздо меньше воды. Если так, он в тропиках литров 25, наверное, производил, то сейчас, я думаю, что меньше 20, 15-20. Не больше, чем по сотовому телефону на другой континент. Ну, не так, как в этом рецепте. Мне на линии прямой видимости. Привет, с днём рождения тебя из середины океана. Мы поздравляем все дружно по спутниковому телефону. Малуся, с днём рождения! С днём рождения! Дя моя, ты хорошая! Мы тебя любим-любим! Ты, солнышко, моя! Нам осталось 661 миля. То есть, дней через 6 доплывём, да, всё идёт нормально по плану, ты не волнуйся, всё хорошо. Сегодня всё починили, что там сломалось маленько. Как у тебя дела, мамочка моя? Мамулечка, нормально, не волнуйся. Ты моя хорошая! Вон, сейчас тебе Лада скажет пару слов, ты узнаешь, какие мы бодрые. Привет, бабуля! С днём рождения! Я очень тебя люблю! Не целуем! Переживаю, песчинка в океане. Да когда уж вы доплывёте, холодно же вам. Так, держишь? Это был звонок бабушке из океана! Заклеить или зашить? Зашить. Машинки? То есть, по шву... Шов протёрся в краспице. Всё, понимаешь? Здесь на такие единицы... перелогу не выстужаем сейчас мы будем поднимать грот, но вы этого не увидите, потому что я пойду помогать папе или меня прибьют так, но мы уже почти подходим к мысу гор, но всего 550 миль осталось проболтались в штиле почти сутки, вот потихоньку начинается ветер такой с юга, чуть-чуть начинает тянуть, вот получилось поставили грот стаксель, двигаемся, вот сколько у нас там, 2,5-3 узла скорость но к вечеру ожидаем усиление, 25 узлов опять ветра будет, волна опять пойдет что будем рифиться и полетим с нормальной скоростью вот, а то так болтаться в штиле, да еще тут в холоде, в таком тумане это так маленько утомительно становится вот, с утра просыпаемся, у нас плюс 11, часа 2-3 работы отопителя у нас плюс 21-22 вот, целый день такая температура держится, все комфортно, вот, так что справляемся потому что, ну, фиг пойми, что там впереди, море только и все ну, точнее, понятно, что там впереди, но море все равно непонятно, какое будет и вот было страшно то, что шторма, не шторма, вдруг будет плохая погода это прямо очень сильно было, некомфортно от этого еще я боялась, что у нас еда закончится свежая слушайте, я же готовить люблю сегодня у нас неожиданное блюдо, называется мечта бомжа там остатки риса картофельного карри банка чечевицы и беширак и лапша, да, одноразовая бичпакет ну, в шторм мы пропали так один раз только и вот страх по поводу шторма не оправдался потому что мы в шторм, в дрейфе вообще очень спокойно лежали и было все очень хорошо и больше не было у нас штормов усиления, были ветра ничего такого страшного не было и мы с Горн тоже, мы не проходили не рубились против 50-метровых волн как я себе это представляла вот кокосовая диета рассказываем 200 миль до Мессогорна, мы вот еще кокосы доедаем из французской полинезии вон, кокосовая полуенка в Мессогорне чуть-чуть осталась кокосов тоже чуть-чуть осталось вот какой прекрасный заяк сейчас будем пробовать, вот кокос толще моего пальца расскажите, как у меня сегодня компьютер упал да, у нас очень эффектно все сегодня падает кастрюля у нас я теперь поняла, для чего скороварки закручиваются для того, чтобы все не вылилось, когда плита ее перевернет на бок вот, вообще у нас все падает, все летит компьютер улетел на пол отгадайте, что я сейчас пью правильно, кокосовый сок 58 дней в переходе у нас сегодня на улице плюс 5 градусов водя, наверное, поменьше папа полезет купаться жарко ему, наверное, живется пойдемте нырять, девочки я спросил тебя гостеприимные теплые воды Южного океана 500 миль до мыса Горн маску взял? я без мозга зато порвался тросик соревнования, кто вперед доплывет до мыса Горн Андрюха, вплавь, ласты не забудь или мы на лейдем эрли тросик сейчас должен сегодня порваться чтобы превентивные меры принимать менять его наш пятый член экипажа ветропилот работает неутомимо если бы не он, мы бы рулили все время, 24 часа в суток по очереди ветропилот это вот эта вот штука ее еще называют флюгарка и гнидор относительно ветра держит и так стараются что вот, наконец, порвался вот такой вот тросик который корректирует в зависимости от поворота флюгарки корректирует положение руля руль находится в воде и вот сейчас на улице плюс 5 градусов и Андрюха полезет висеть попой в воде и менять вот этот вот тросик мы уже сделали подготовительные работы я сижу с пассатижами и тросом и мы с Настей закупорены два самые лучшие не промокаривают на территории сейчас, а вдруг, как сейчас в воду пойдет в пассатижу так, Настя, подтягивай давай тихоньку трави, давай чуть-чуть рукой придерживай да, 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 да давай еще давай, вода очередная что-то хорошее забери тросик, подтягивай плановое техобслуживание ветрового автопилота по имени Железный Феликс завершено на этот раз вода ледяная прям вообще руки прям вот засунешь и застывает сразу же 56 градусов южной широты подходим к высу горн все, давай я буду полизать холодно руль на один влево он и так на один влево отлично у меня промокли только ноги отлично я в этот раз очень удачно потому что головы нет получилось не научиться вот как раз запас тросика на такие случаи на сколько раз его еще хватит? на раз на 20 считаем что ты в душ пойдешь сразу? да, ну я это самое я пойду туда еду готовить чай ставить да? но при этом вот в гидрокостюме в семерке вполне сегодня встаю за ведро даже разговариваем да, перчатки если еще были будут сюда пошло какое-то неведомое чудо типа салатных листьев законсервированных в тайском мешке потом вот эта вот стручковая фасоль орехи перченые которые мы поджарили в сковороде кукуруза лук ну и что-то еще наверное не знаю к этому всему мы сделали вот такой китайский соус и к рису вот салат под гордым именем странный да? подошли а соус прекрасен китайский странный салат и пожалуй вот у нас напряженное ожидание земли началось уже после 50-го дня когда ты вот уже все вот она уже вроде земля а как там погода а вот тут как раз штормовые такие всякие фронты идут мы их обходим а вот нас там на север несет вместо того чтобы на юго-восток смещаться а как же так но с другой стороны мы обходим непогоду и ты понимаешь что у тебя задержка это не потому что ты просто куда-то не туда плывешь а потому что ты не хочешь в 45 стабильного ветра например влететь да? да пережидаешь и потом стабильно идешь на 25 узлах на 30 очки и вообще нормально вот под таким кусочком паруса единственного который был подходящ на тот момент и нормально все-все постепенно и расширяются границы и ты понимаешь что вот это ты можешь и вот это ты можешь и вот это ты можешь и ты можешь не так что ты вот прямо вот зарубаешься аж умираешь нет ну ты просто можешь и все пятница 18 января 16.37 сколько миль до Мысогорна Андрюха? 75 75 миль до Мысогорна и скорее всего если рубиться против ветра по которому мы сейчас идем то получишь полный что полный трындец потому что мы идем с попутным ветром почти попутной волной и понимаем что если против этой волны рубиться как раз тот самый шторм с залитой мачтой по самый топ и выйдет ой я вижу землю вот-вот-вот вот я ее высматривала вон-вон остров 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 земля земля я не вижу земля 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 это еще не по-настоящему это еще не по-настоящему сейчас опустимся вон-вон сейчас волна опустится видишь вот остров блин я же высматриваю Вот же в тумане вон. Земля! 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 Обалдеть, она существует! Что она так далеко? Это еще не по-настоящему. Ну, земля же, да. Земля! Ай, мама! Вот эти островки на Траверзе Исла Эльдефонсо. Да, Эльдефонсо. Что-то мы идем. А вот карта парагноза погоды. Вот это стрелочки обозначает, что дует 35 узлов. А вот это обозначает, что дует 40 узлов. 35-40, 8 баллов. Каха три раза. Как мы и любим все. Дамы Сагорн 71,2 мили. Все это выглядит вот так при уменьшении. Островки, что мы с вами видели сейчас, они совсем маленькие. Земля близко, вы представляете? Облегчение! Так близко с нами земли не было уже вот... Вообще вот не было. Облегчение! Приплывем, будем целовать землю. Я поцелую ее! Интернет целовать будем, и Марину. Меня? Нет землю. Тебя мы поцелуем как-нибудь там может. Марина, ты сказала Марину. А ну... Приплывем в Марину, будем целовать Марину. Как? Андрюша, а ты будешь целовать Марину? А еще как? Скажите, что вы чувствуете? Ну расскажи, Андрюша. Облегчение! Облегчение, я уже поняла. Пока еще не чувствую, пока еще... Сколько там у нас? 70 миль еще до чувств. А, то есть пока он безчувственный. Безчувственный пока. Вот. Нет, а я чувствую воодушевление, и радость, и вообще... Ну сейчас музыку включила, а сейчас все отлично стало. Земля в 12 милях, острова, которые видны вот на этом радаре раз в полгода. Я не могу, пошла. Я пошла, должна это видеть с палубы. 50 дней, Карл, 50! Мы не видели землю, 50! 59 дней в переходе. И последний остров Риматара скрылся с наших глаз ровно 50 дней назад. Ровно. Мама, я пошла на землю. Она необитаемая, холодная, чилийская, скалистая, но она земля. В детстве я думала, что я море люблю больше всего на свете, а оказывается земля. Ха-ха-ха. Не хочется пропустить хоть кто-нибудь. Хотя бы раз, раз уж я вышла. Поэтому сейчас на подступах к мысу Горн. Попробую заснять эти волны, но боюсь, что мало что получится. Вот такая пасмурная погода стоит все время. Надеюсь, что меня хоть чуть-чуть слышно. Одни сплошные тучи и больше ничего. Дует 35-40 узлов, то есть ветер 8 баллов. А поскольку он попутный, это сдерживает всякие неприятные последствия в виде выпадания запалок. Пока заканчиваю, буду сейчас снимать. Всем привет. Приклёсты вот они погодные. Ветер погодный. Всё погодное. А если против этого рубиться, то это будет труба вообще. Поэтому на мысе Горн-то все и встревают, потому что идут с Атлантики. Особенно раньше, когда не было прогнозов погоды, никаких толковых. Все шли с Атлантики и рубились вот против вот этих волн, которые вон с пеной, с барашками. Прям нормальные. Ох, красавцы, не видно их. Наверное. Буду надеяться, надеюсь, хоть что-то, хоть что-то тем не передаём. Из-за того, что я тут вижу в трёх штанах, вцепившись в ванту. Ребята, обалдеть. У-у-у-у-у. Не думайте, что оператор сошёл с ума. Оператор восторг, ребята, землю увидели. И мы с горн у нас всего, всего 70 миль там высоко, боже мой. Ильдефонсо, Ильдефонсо, как это все было? Ислас Ильдефонсо, вот как Ислас Ильдефонсо, я разглядывала и снимала ветер, и волны, и вообще, 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 вообще. Вот, оператор сошел с ума. Чао, какао. Что касается детей, ну, Настя уже взрослый деть, в ее возрасте Джессика Уотсон, допустим, уже вернулась из кругосветного плавни, одиночного, безостановочного. И вот эти штуки, когда ты знаешь, что кто-то делает то же, очень вдохновляет то, что существуют люди, которые делают то же, что ты. На самом деле страшно делать что-то или идти куда-то, когда ты думаешь, что ты вообще первый. Вот всем настоящим первым страшно. Когда ты в курсе, что кто-то до тебя это делал, или кто-то параллельно с тобой где-то тут же, вот это снимает такое напряжение. Потому что нам повезло, что буквально в начале пути мы узнали, что Федор Конюхов ждет погоды из Новой Зеландии. На 9-метровой грибной весельной лодке направляется в сторону мыса Горн. И каждый раз, когда там было тоскливо или грустно, или ты думаешь, ой, как ты устал от качки, или тут течь, тут капает конденсат бесконечный. И мы так с Настей с устатку вздохнем, я говорю, Настя, ну ты представляешь, Конюхов-то сейчас вообще, он просто на уровне воды гребет веслами круглые сутки. Ну и ничего же, живет. И вот такие моменты, когда ты понимаешь, что есть люди, которые делают больше, чем ты боишься, они очень сильно тебя в тонус загоняют. Типа, ну а ты что, чувак, ты-то вообще что, можешь, нет? У тебя вообще тут курорт. Курорт. Трехкомнатная яхта, можно сказать. Носовую каюту мы, правда, закрыли сразу практически, потому что, чтобы туда тепло не уходило. И по разным причинам конденсата там было больше всего сразу, в смысле, когда мы уже в сороковых были, так уже, когда было холодно, Юнгу переместили в кубрик. Настя в основном с нами, втроем у нас двухспальная кровать в кормовой каюте и рубочный диван. И вот мы трое курсировали, один на вахте в рубке, двое в кормовой. И вот так все время меняешься, поэтому не встречается больше человек, чем необходимо в одной койке. Нормально? Вот как-то так все прошли. Не, ну тяжело, конечно, было. Я даже плакала пару раз. Например, 1 января просыпаешься, тут конденсат, тут вот такой крем. Ты скачешь, кружки поставить, естественно, никакие, ни тарелки, ничего, весь переход невозможно. То есть ты все время посуду контролируешь, не то чтобы даже на столе, а в руках. Все время вот так вот распираешься вот так ногами в столы, в стулья, ну в смысле в диваны. Вот в это все там же прикреплено, ничего не летает. И ты как паук сидишь, вот эту вот чашку вот так вот по волнам с супом балансируешь. Вот лодка вот так качается, и чашка у тебя в противофазе качается, чтобы уровень все время супа был вот где-то вот так. Но и ты к этому привыкаешь. Это, конечно, если ты вот так вот с места в карьер, из комфортного теплого дома, мягкой кровати и уютных тапок, хоп, тебя сразу в 50-е на яхту. Ну, конечно, жесть. А когда ты постепенно к этому идешь, и мы на яхте живем уже не первый год, и даже не третий, все как-то постепенный уровень сложности нарастает, и ты все больше и больше можешь. Поэтому вот слава богу, мы прошли этот путь уже длинный. Я надеюсь, таких долгих переходов в нашей практике пока уже не будет. Вот там кэпни кивают, типа. Ну, в общем, я очень рассчитываю, что в ближайшее время нам не грозит два месяца в открытом океане провести. Пойду визуально наблюдать за ссоянием моря. Это что-то как-то странное здесь все. Мы идем смотреть, а мы с горных надеваемся. А у меня на ногах уже три носка. На двух ногах три носка, или на каждой по три? На каждой. Ой, как это все странно выглядит вообще. А у меня хорошо, правда? Очень прекрасно, да. Все валится, все летит, все куртки. Папа сегодня облачился в зимний непромокаемый костюм, летний, вот валяется по всей рубке. А я одеваю свой костюм непроницаемый. Через семь миль мы подойдем, и он будет на траверсе. Семь миль осталось, даже, может быть, уже и меньше. Ура, товарищи! Вот они, красотки. Ой, мы с горн, мы с горн, мы с горн. Мы с горн, мы с горн, мы с горн. Ну, 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 да. Мы проходим, Умысо, горн. Ура! Надели лучшее белье. Не, вот я еще парадные носки надену. Парадные носки тоже надену. Гулливая вольна. Я решила отметить в горном одиночестве наше прохождение мысо-горн с чашечкой чая, куском шоколадки. Юнка замерзла, несмотря на 189 одежек. Андрюху вызвал по рации Армада Дечили. Настя сидит напротив с телефоном. И одна я наслаждаюсь чаем на ветру, который сколько там метров-то в секунду? 18-19 метров в секунду ветер. И, в общем, все хорошо. С Новым годом мы с горн проходим. А-а-а! Земля близко! У нас давно не было так близко Земли, а тут Кейпхорн проходим. Папа вызвал какую-то Армаду Дечили по рации и думает, что папе не надо рулить. Так, девочки, выпускаем меня. Выход космонавтов, открытый космос. Нет, ну это же вот вершина вообще нашего пути, да? Так а дальше-то все вниз? По сравнению с этим было, оно все было подготовкой вскоре. Отходами. И вот мы здесь. Проходим проливом Тайка из Тихого океана в Атлантику. Так выглядит первопрохождение российское мысо Горн с детьми. Дети чувствуют себя прекрасно и охраняют термосы. Лада, ты знаешь, что ты первопроходец? Первая русская девочка семи лет, которая прошла мыс Горн. Еще не прошла, но уже проходит прямо. Посмотри хоть сюда в камеру. Русская девочка. Я считаю, что прошла уже. Тепло ли тебе, девица моя? Чего я взгляделе трясни? Люди! Люди! Телефония! Тейфорд! Мы проходим бейсборд. А бейсборд это парк? Вот там бейсборд. Вот там, вот, 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 вот. Я в холодильнике рядом сижу. Чай, вот, ручки, а чай греет, бедняшечка. Ты бей прямо его, горячий, прямо ускоряешься. И согреешься. Я согрелась прямо быстро. Ого! Всё, я не знаю, что я не знаю. Всё, я не знаю. Всё, ключ, а чай на упоре. 60 дней перехода, или сколько? Просто 61. Сейчас вот и день перехода. Мы проходим из гор. Мы уже 30 раз про это кричали. Потому что, вот да. Но можно я 31-й раскрою? Да, мы проходим мы с хором, мама. А ты такой хопу чистый, правда. А тут ловная шкалотка? Которая. Кто-то ее. Нет, было далеко туда ползти. Капитанский чай у мыса корм. Простите, если я громко ору. Я даже не знаю, слышно ли меня будет. И видно ли вообще все, что тут снято. Мама, а можно ее в честь праздника персик съем? В честь какого праздника? Ну, в честь москорна. Можно. Даже ананас можешь съесть. Не хочу ананас. Семь пятьдесят один. Семь пятьдесят. Можно считать, что позже. Девятнадцатый января 2019 года. Семь часов пятьдесят одна минута. Мы на траверсе мыса Горн. Ура, товарищи! Ветер тридцать пять-сорок. Попутный. Волна хорошая. Ночью был штиль, поэтому она не пятьдесят метров, а гораздо меньше. Это мыс-корр. Вон она. Вот эта вот гора. Внимание, мыс-корр. Внимание, внимание. Это вот. Мы находимся в коктейле из Тихого и Атлантического океана. Сейчас мы не в Атлантике, не в Тихом, а между ними. В промежутке, где они смешиваются. Взболтать не перемешивая. Ничего не мертвые. Да. А тут наоборот перемешать не взболтывая. Я уже снимаю. А уже снимаешь. Скажи, что ли? Ну, что ли? Семейный пилотет на фоне высотвора. Пожалуй, ничего неожиданного не было. Были какие-то текущие поломки, которые случились бы с нами. И если бы мы шли с пассатами по Тихому океану, что сюда пошли. Ну, просто ветра больше, конечно. Чаще паруса, например, рвались. Но это ожидаемое было, потому что у нас там Генуя такая уже старенькая, боевая. Пора уже скоро думать об ее замене. Поэтому приходилось ее зашивать несколько раз. Таксель у нас выдержал весь переход. Город с Бизайнью тоже, что в отношении парусов все хорошо. Все остальные какие-то вещи. То есть мы знали, что у нас лодка протекает в определенных местах. Мы взяли герметиком, просто залили. Там люки перестали открываться. Но нам это стало неактуально, потому что холодно просто. Зато не льется, и все герметично. Основные были моменты, что насколько мы сами к этому готовы, насколько это все выдержим. Мы в шторме были в одном хорошем. Остальных удалось избежать. То есть мы там мониторили прогноз погоды, маневрировали, лавировались. За счет этого наш путь увеличился почти на 500 миль. То есть могли бы пройти 5,5 тысяч, прошли в итоге 6 с небольшим. Но это позволило нам избежать штормов, то есть всегда с ветром уходить туда, куда шторм не придет, и двигаться практически все время с попутным ветром. Проверить себя именно в таких жестких штормах у нас не получилось. У нас зато получилось проверить себя в искусстве ухода от них. То есть искусство навигации такой, чтобы не попадать в шторма. То есть не как там бороться со штормом, не как выживать в шторме, а более такое сложное занятие, просто не попасть в шторм. В море вот я прямо сильно ждала, когда же будут запахи. Потому что в море вообще ничем не пахнет. А тут лес, тут все, и цветы пахнут, и вообще, и все так классно. И вот мне прямо очень хочется погулять по лесу. И в Ушай мне хочется, ну там будет город такой, тоже по городу погуляем, в кафе сходим. Ну, страхи такие были, что как же там 50-е широты, 40-е ревущие, а 50-е вообще неистовые. Да так же льды, да так же мы будем с веревок сбивать сосульки. Ну, ну как вот, ну да, но будем. Ну, в общем, как-то у нас это все достаточно спокойно прошло в тот момент, когда мы принимали решение о повороте. И мне уже на самом деле, вот когда я почувствовала такой страх, леденящий страх, я почувствовала наутро. То есть мы уже почти часов 20 шли на юг. И еще более странно было сейчас взять, а, все, передумали и поворачивать. И я проснулась, и вот бывает, когда страшно. Ну, страшно так бывает, когда какие-то проблемы конкретные в жизни, вот крутые проблемы. И ты просыпаешься от того, что вот здесь вот тяжело, вот вот прям плохо, больно. Вот я проснулась вот с этим ощущением. И такая подумала, ой, что же, что же я сделала-то, боже, боже. И вот, вот это ощущение я просто от себя как-то прогоняла следующим образом. Я разбила у себя в голове маршрут на этапы. И потому что маленькими шагами реально к цели двигаться гораздо проще, чем делать это вот сразу так, что о, впереди больше 5000 миль, два месяца в пути, половина из которых пойдет по приполярным широтам. И ты такой в ужасе в тропиках сидишь, в трусах на палубе и думаешь, что тебе предстоит. И вот когда идешь, 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 ну да, станет холоднее, да, холодает. Где-то там ветра нет, где-то он в лицо, где-то он сильнее, чем требуется, но с другой стороны, ничего экстра-кординарного такого не было, чего бы мы не переживали. Поэтому просто шли, просто шли, набрались терпения. Главное вот сделать первый шаг, вот этот рывок, да, оставить себе отходной какой-то путь, что если что, у меня есть план Б. Вот если этот план Б есть, да, и ты понимаешь, что он реален, этот план Б, в любой момент, когда тебе нужно будет повернуть. Ну, это как-то расширяет вообще границы того, что ты можешь. Ну, идем до точки, там смотрим, да. Если все окей, идем дальше до точки, снова смотрим. Ну и, собственно, вот и шли, ну да, 64 дня у нас получилось в море. Чем я занималась? Я занималась уроками, читала много, дальше готовила немножко, мне нравится готовить. Интересно, творишь руками чудо, из каких-то никчемных продуктов творишь чудеса. А почему продукты никчемные какие? Ну, почему продукты ничтемные? Потому что в переходе двух месяцев у нас почти все фрукты, овощи и все такое кончилось. И приходилось готовить из всяких консервов. Я готовила в переходе не очень много, но я там, у меня больше всего, лучше всего получался суп с фасолью и орехами. Прямо каждый съел по две, а то и три порции. За один обед или ужин мы съели это. Это самый вкусный суп, который был. Ну, я не совсем сама это делаю, но там может быть картошку кто-нибудь там другую почистит. Но остальное я сама. На самом деле я на земле хоть и мало с кем, но дружу. Со взрослым иногда, с детьми. Ну, понятно, что они чаще всего иностранные. И я играю, говорю. Я по-английски сейчас уже довольно хорошо говорю. Хоть и когда говорю, я ошибаюсь, с акцентом говорю. Типа вот так. Спасибо, ла-ла-ла. Когда мы сюда приплыли, я начала как дно лодки обрастать водорослями. Ну, я начала обрастать друзьями, как дно лодки водорослями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok